Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Меня зовут Анна Кафырина. Рада приветствовать вас на своем канале Style Epidemia. Он о моде и красоте, о бум-шопинге, а также о том, как найти свой стиль. В сегодняшнем видео хочу рассказать вам о таком важном моменте в поиске своего стиля... Микрофон упал. Бывает. Так. В сегодняшнем видео хочу рассказать вам о таком важном моменте в поиске своего стиля. Это та... В сегодняшнем видео хочу вам рассказать о том важном моменте в поиске своего стиля. Это тип фигуры. Если вам случалось такое, что вы взяли прекрасное платье, которое вам очень нравится, но в примерочном вы не можете его посадить на свою фигуру, что оно либо где-то широко, где-то узко, но в общем не сидит оно на вас никаким образом, то это видео для вас. Чтобы одежда садилась на вас в примерочной идеально, и чтобы вам не приходилось возвращать вещи из интернет-магазинов, вам обязательно нужно знать свой тип фигуры. Я не придерживаюсь фруктово-овощных типов фигуры. Для меня это, по крайней мере, странно, и я считаю, что вообще все типы фигуры, которые чаще всего, о которых написано в интернете, они совершенно не универсальны, и по ним сложно ориентироваться и понять, кто же ты яблоком, или перевернутый треугольник, или какая-то планка, ну вообще, в общем, непонятно. Я расскажу вам о методике, которой придерживаюсь я, и которую я рассказываю своим клиентам, по которой очень легко и просто определить свой тип фигуры. По моей методике типов фигур всего три. Это прямая, округлая и полупрямая. Расскажу о каждой из них. Первый тип фигуры, о котором я вам расскажу, это прямая. Этот тип фигуры характеризуется узкими бедрами и широкими, как правило, плечами. Чаще всего такой тип фигуры называют перевернутый треугольник, то есть это вот мужской тип фигуры. У таких девушек широко и хорошо развит плечевой пояс. В то же время бедра и ноги у них достаточно худенькие и узкие. И таким девушкам очень хорошо подойдут майки без рукавов. Также на них шикарнейшим образом садятся любые брюки и джинсы, потому что ножки очень стройные, ножки красивые. И в любом возрасте девушка с таким типом фигуры может делать акцент на свои ноги, показывать ноги, потому что в любом возрасте ноги остаются в очень хорошем состоянии. Следующий тип фигуры – это полупрямая. Девушки с таким типом фигуры – это, можно сказать, это золотой стандарт нашего времени. Практически вся одежда шьется на них. И вот если у вас случалась, например, проблема с выбором платья, футляр, скажем так, как его часто называют, то у девушек с полупрямым типом фигуры не бывает проблем с выбором платья. Размер одежды у них как низа, так и верха одинаковый, поэтому девушки могут не переживать за себя. Если нет проблем каких-то серьезных с лишним весом, то девушки с полупрямым типом фигуры всегда могут посадить на себя любую одежду, и она на них будет смотреться хорошо. Таким девушкам стоит подчеркивать любую часть своего тела. Опять же, повторюсь, если нет каких-то серьезных проблем с лишним весом, и девушка в целом находится в более-менее среднем весе, и она может носить при таком случае любую одежду, все на ней сядет хорошо. Акцент делаем на талию, на грудь, на бедра, все, что вам больше нравится. В общем, на любой части тела вы можете делать акцент. Следующий тип фигуры, о котором я хочу рассказать, это округлая. Это самый женственный тип фигуры, самый часто встречающийся у женщин, но, к сожалению, дизайнеры, производители одежды, очень плохо, мягко говоря, относятся к тому, чтобы на таких девушек шить одежду. И, например, платье-хутляр девушкам с округлым типом фигуры подобрать очень сложно, поскольку в таком случае девушка пролезает по плечам, хорошо оно садится на плечах, но в бедрах оно ей узко, либо, наоборот, оно хорошо садится по бедрам, а здесь оно как-то не сидит велико, либо просто сидит крайне плохо. Что в таком случае я советую девчонкам с таким типом фигуры? Во-первых, не покупайте платье именно с футля, либо вам нужно найти магазин, в котором будут платья, которые сшиты именно на ваш тип фигуры. Найдя такой магазин для себя единожды, вы уже не будете ходить в поисках платья и будете хорошо себя чувствовать в платьях именно этого магазина. Это неплохо, это, наоборот, очень хорошо, когда вы найдете себе платье по фигуре, по фасону, вы уже не будете тратить ни кучу времени, ни денег на то, чтобы перемерить и перепокупать платье или вообще купить платье, потому что когда-нибудь я похудею. Не похудеете, бедра у нас, так же, как и все тело, отдельно от всего тела не худеет. Мы худеем всегда равномерно. Иногда бывает, что у нас лицо худеет в первую очередь и грудь, а все остальное тело худеет более-менее равномерно. Поэтому разбивайте, покупайте себе не платье, если не можете найти платье, футляр, либо покупайте себе блузку и юбку. Их как раз интереснее можно сочетать, чем просто платье, футляр можно разбивать и всегда, например, к одной юбке купить три блузки. У вас уже будет три разных образа. Девушкам с типом фигуры округлая, в отличие, например, от прямого типа фигуры, стоит делать акцент на верхней части своей фигуры. Это элегантная шея, плечи, грудь. Тем самым вы привлечете внимание к верхней части своего тела и отвлечете от своей проблемной, скажем так, как многие считают, нижней части. Знать свой тип фигуры очень важно, поэтому вооружитесь сантиметром и померяйте себя, либо попросите кого-то померить себя. Сделать это очень просто. Вам нужно измерить свои бедра по самой широкой их части и измерить свои плечи. Плечи мы меряем сзади от косточки, которая соединяет плечо с рукой, до такой же косточки в положении, когда мы стоим в нашем естественном положении, скажем так, с немного скругленной спиной. То есть не прямо мы выгнулись, как заправский солдат, заправский генерал, а в естественном положении. Попросите кого-то померить вас сзади и померить бедра по окружности. Так вот, бедра по окружности мы померили, поделили пополам. Если это расстояние точно такое же, как ваши плечи, значит у вас полупрямой тип фигуры. Если же плечи больше бедер, то у вас прямой тип фигуры. И как я уже говорила выше, значит у вас верх больше, чем низ. И акцент лучше делать именно на нижней части. Вам подойдут яркие, совершенно принтованные, яркие, привлекающиеся внимание низы и более спокойные вверх. Если же наоборот, ваши бедра получились, полуобхват бедер получился больше, чем получается полуобхват ваших плеч, вашей спины, значит у вас округлый тип фигуры, который также называют грушами. Это значит, что вам нужно делать акцент на верхней части спины и наоборот. Мы делаем яркие, привлекающие внимание одежду, надеваем наверх. И более спокойную одежду мы надеваем вниз. Очень важно знать свой тип фигуры, чтобы не ошибиться в выборе одежды, чтобы корректировать свой образ, чтобы ваш образ был гармоничным. Поэтому я очень надеюсь, что это видео было для вас полезным. Если это так, ставьте палец вверх. Пишите свои вопросы, если было что-то непонятно, если вы не согласны или если вы хотите что-то у меня спросить в комментариях под этим видео. Ну а я с вами прощаюсь. Всем удачи. Пока-пока.